На берегу моря ветхой избушки жил рыбак со своей женой. И были они бедны. Рыбак сделал сеть и стал ловить в море рыбу. Как-то раз закинул он сеть, начал тянуть, смотрит, а в сети всего-навсего одна рыбка, зато не простая, а золотая. И замолилась рыбка, человечьим голосом, не губи меня, пусти лучше в синее море, я тебе пригожусь, что пожелаешь, то и сделаю. Рыбак подумал, подумал и говорит, мне ничего от тебя не надо, плыви себе в море. Бросил он золотую рыбку в воду и воротился домой. Спрашивает его жена, много ли рыбы поймал? Да всего-навсего одну золотую, и ту бросил в море. Пожалел я ее, не взял с нее выкупа, на волю выпустил. Ах ты, дурак, попалось к тебе в руки счастье, а ты владеть им не сумел. Рассердилась жена рыбака, ругает мужа с утра до вечера, не дает ему покоя. Хоть бы хлеба у нее выпросил, ведь скоро сухой кортки не будет, что есть-то станем. Пошел рыбак к морю, спрашивает его золотая рыбка, что тебе надо? Жена рассердилась, за хлебом прислала. Ступай домой, будет у вас хлеба вдоволь. Воротился рыбак, ну что жена, есть хлеб? Хлеба-то вдоволь, да вот беда. Корыта раскололась, не в чем белье стирать. Ступай к золотой рыбке, попроси, чтоб новая дала. Пошел рыбак к морю, опять позвал золотую рыбку. Что тебе надо? Спрашивает золотая рыбка, жена прислала. Новая корыта просит. Хорошо, будет у вас корыта. Воротился рыбак, только в дверь, а жена опять на него накинулась. Ступай, говорит, к золотой рыбке, попроси, чтоб новую избу построила. Нашла того, и гляди, развалится избушка наша, развалится, и заплакала старуха. Побежал старик, закрученился муж тут, пришел к морю, позвал золотую рыбку и просит построить новую избу. Нет, уже отвечает рыбка, ступай домой, все будет сделано. Воротился рыбак домой, на дворе стоит изба, новая дубовая, с резными узорами. Выбегает к нему навстречу жена, и щепуща преждево сердится. Ах ты, дувак, не умеешь ты счастьем пользоваться, выпросил избу. И чай, думаешь, дело сделал? Нет, ступай опять к золотой рыбке. Да скажи, не хочу я быть крестьянкой, хочу быть царицей. Пошел рыбак на море, позвал золотую рыбку и жалуется ей. Вздурилась моя жена пуще прежнего. Не хочет быть крестьянкой, хочет быть царицей. Не тужи, ступай домой, все будет сделано. Воротился рыбак, а вместо дома высокий дворец стоит. Под золотой крышей кругом часовые ходят. Позади большой сад раскинулся, а перед дворцом зеленый луг. И на том лугу войска собраны. Рыбачка нарядилась царицею, выступила на балкон с боярами и начала делать тем войскам смотр. Барабаны бьют, музыка гремит, солдаты ура кричат. Ни много ни мало. Прошло времени, наскучила жене быть царицею. Велела она разыскать мужа и представить перед свои очи светлые. Поднялась суматоха. Генералы суетятся, бояре бегают. На силу нашли рыбака. На заднем дворе повели к царице. Привели рыбака к царице. Она ему и говорит, ступай к золотой рыбке. Скажи ей, не хочу быть царицей, хочу быть броской владычицей. Чтоб вся моря и все рыбы меня слушались. Рыбак стал. Было отнекиваться. Но жена разошлась. Коли не пойдешь, голова с плеч. С тяжелым сердцем пришел рыбак к морю. Позвал рыбку, а ее нет и нет. Позвал в другой раз, опять нет. Позвал в третий море, зашумело. Взволновалась. И не плыла из темных волн золотая рыбка. Что тебе надо? Совсем жена разума лишилась. Уже не хочет быть царицей, хочет быть морской владычицей. Над всеми водами властвовать и всеми рыбами повыливать. Ничего не сказала золотая рыбка. Повернулась и ушла в глубину моря. Рыбак воротился назад, смотрит и глазам не верит. Творца как не бывало, но и вместе стоит в этой избушке. В избушке сидит жена в изодренном сарафане, а перед ней разбитая корыта. Так была наказана рыбачка за жадность. Начали они жить по-прежнему. Рыбак опять стал ловить рыбу. Но никогда больше ему не попадалась золотая рыбка. Конец сказки.